Добрый день, дорогие любители вольной борьбы! Сегодня у нас второй день сервисских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона, нашего прославленного борца Романа Михайловича Дмитриева. Второй день. Сегодня у нас также пройдут поединки в пяти весовых категориях. Это 61, 70, 79, 92 и супертяжелая весовая категория до 125 килограммов. По итогам вчерашнего дня можно сказать, что у команды Республики Сахай-Коти одна золотая и одна серебряная медали. Золотую медаль завоевал в категории до 57 килограммов. Лев Павлов. Серебро досталось воспитаннику Чуроптинской школы борьбы, уроженцу Верхоянского района Ивану Потапову. Так, ну, сперва у нас начинают на двух коврах борцы весовой категории до 70 килограммов. Это у нас квалификация. Ковер А перед нами. С красного угла уже готов к схватке. Константин Юрлов. Иркутская область. Его соперником станет Генрик Аветисян, Армения. Команда Армении. Висовая категория до 70 килограммов. 24 борца поведут борьбу за медали в этой категории. 70 килограммов. Это здесь должен был бороться наш лидер, двукратный победитель первенства в России Станислав Свинобоев. Мы все ждали его выступления. Хотели увидеть его победу. Но буквально на последних сборах Станислав получил травму на голеностопе и, к сожалению, пропускает данный старт. Это решение было принято тренингским советом сборной команды России и команды Республики Саха-Якутия. Станислава я буквально вчера, позавчера встречался, разговаривали. Он ходил, да, с гипсом. Ну, не такой большой гипс, да, а такой легкий гипс. Говорит, что проходит терапию. Не все так серьезно. Обойдется без операции, но в любом случае неприятно. Он прихрамывал так слегка. Ну и у нас первая схватка на двух коврах проходит. Категория 70 килограммов. Еще раз повторяем. Константин Юрлов представляет команду Иркутской области. И Генрих Аветисян. Армения. Он проходит ноги. И красивый бросок на 4 балла. Да, с захватом головы взял. Что там, нахоже на мельницу. И еще на кат. 8-0. И 10-0. Неплохо стартовал армянский борец. И добился победы со счетом 10-0. Буквально за 50 секунд. Неплохая заявка на призовое место. Скажем так. Сейчас посмотрим повтор. Вот этот бросок был амплитудный. Хороший бросок. С захватом головы. Заметьте. Обычно такие броски исполняет. Исполнял в свое время Амдусалам Гадисов. Но тут с внешней стороны он захват был. Поэтому не сказать, что это была такая классическая мельница. Но тем не менее, было красиво. Так, мы продолжаем. И увидим выступление якутского борца Алексея Вензеля, который выйдет в синем трико, синего угла. Его соперником станет борец из Монголии. Мне тут специалисты подсказывали, что в команде Монголии сегодня будут выступать титлованные борцы, призеры Азии. Возможно, это один из них. Посмотрим. Посмотрим. В категории до 125 килограммов увидим мы борьбу Данилы Иванова, прошлогоднего победителя, молодого борца из Хангаласского луса. Накануне, вчера, вот на торжественном открытии, ему вручили корочку и значок мастера спорта России, которую он выполнил. Так, вот перед нами борец из Монголии. Ган Ардене Батарху. Его соперник, якутский борец Алексей Вензель. Ну, Вензель, да, достаточно такая борцовская фамилия в Якутии. Алексей Вензель является... ...мастером спорта по борьбе Хабсага, если не ошибаюсь, да, молодой борец. Вот он. Уступал на игры Дети Азии по борьбе Хабсага еще в 16-м году, если не ошибаюсь, да, в 16-м году. 24 борца заявлено в этом весе. Это у нас проходит квалификация. Квалификация будет после этой пары еще и категории до 61-го килограмма, до 79-ти. Финальные схватки по программе второго дня, они стоят в 16-м, так что они будут транслированы на телеканале НВК Саха. У кого... тем, у кого нет доступа к телевизору, могут посмотреть трансляцию, скачав приложение НВК Саха на своем мобильном телефоне. Очень удобное приложение, кстати, я им давно пользуюсь. Можно в любое время увидеть прямые трансляции, прямой эфир. Новости и другие события. Так, у нас пока идет такая вязкая борьба. Полторы минуты прошло, и Activity Time включен в пользу борца из Монголии. Ну, Алексей Вензель, как я сказал, он отлично борется в Хабсагае, может, скажем, в этой схватке использовать приемы из якутской борьбы, подсечки, ну и разные такие приемчики из нашего Хабсагае. В параллельном ковре завершилась первая схватка. За счетом 4-3 победу одержал Юрий Айрапетян из Красноярского края. Он победил Куприянова из Бурятии. Бурятские борцы, кстати, вчера завоевали то ли 5, то ли 6 медалей. Одна золотая в активе Александра Болтуева. И еще 4 или 5 бронзовых наград. Представляете? И пока что они в неофициальном командном зачете опережают нашу команду. К сожалению, не смог заработать свой бал. Время закончилось. Алексей Мензель неплохо прошел в ноги. Забежал за спину, но не смог повлить третьей точкой соперника. Но это смотрим повтор. Это монголы зарабатывают второй балл. И теперь вот Бензель за считанные секунды мог забрать балл и сравнять счет. Но, к сожалению, к сожалению, не хватило времени. Вот буквально, буквально полсекунды. Но главное, будем надеяться, что Бензель почувствовал своего борца, соперника. И во втором периоде найдет более правильное решение и выиграет данную схватку. Для тех, кто только что подключился, еще раз напоминаем, это у нас проходит второй день всероссийских соревнований по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. В соревнованиях участвует порядка 150 борцов. Пять зарубежных стран представлены Армения, Казахстан, Монголия, Белоруссия, Молдова и борцы из 12 субъектов Российской Федерации. Здесь борцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Красноярска, Кемерово и Бурятии, Забайкальского края и других борцовских регионов России. Включен секундомер в пользу нашего борца. Надо выдержать вот этот момент. Четыре секунды осталось. И счет сейчас станет 2-1 уже. Минимальное преимущество у Монгола. Таким образом, еще один балл. О, это опасно было, опасно. Ничего. Борцы вышли из положения партера. В таких случаях балл никому не дается. 2-1. Времени еще много. 1 минута 40 секунд остается. Захват у нашего борца. Что такое здесь? Тоже, мне кажется, никому баллы давать не стоит. Все верно. Все верно. Обоюдный захват был. Оба вышли из партера. Минута 17 остается времени. Так, тут сейчас состоится небольшая судейская. Судейская. Возможно, примут другое решение. Алексей Бензель. Вот он. Во всей красе. Счет неизменным остался. Вот момент был. Ох ты. 4 балла. Влетел наш спортсмен, к сожалению. Обхват. Вот такой бросок. Здесь счет становится 6-1. Отрыв 5 очков. Да еще и 4-бальный бросок там был. Поэтому надо нашим нарубить еще как минимум 6 баллов, чтобы держать победу. Полминута 17,2. Пол耳fire акция. Счет закончится. Ок нематикан. Секунды иссякают. И все. К сожалению, Алексей Мвензель познает поражение. Дальше, следующий круг проходит борец из Монголии. Борец из Монголии. Ган Эрдне Патарху. Команда Монголии привезла на турнир 11 спортсменов. Это наибольшее представительство из зарубежных команд. Кстати, сейчас еще выйдет борец из Монголии. Соберечить ему будет гуляцкий борец. Сейчас посмотрим. Вот этот бросок скоро будет на 4 балла. Вот сейчас. Да. К сожалению, красиво, но не в нашу пользу. Да, перед нами болельщики якутские, журналисты и чемпион Европы, чемпион Советского Союза, чемпион Игоря Доброволя. Василий Николаевич Гоголев внимательно следит. Ну и также вот, да, Александр Николаевич Иванов, наш олимпиад. Петр Павлов, известный в мире спортивный журналист. Так, все дружно болеют. Николай Кроников там тоже был волейболист, специалист по волейболу. Сам тоже большой поклонник спорта, борьбы. Итак, перед нами третья пара. Тоже квалификация. Категория 70 килограммов. Нам жил Теден Доржиев, республика Бурятия и его соперник Эрюлд Ядамжав, Монголия. Там на параллельном ковре был красивый бросок. Так, в этом весе у якутских поклонников борьбы есть Олег Фомин. Да. Есть еще другие борцы, но, мне кажется, вот на Олега Фомина стоит обратить внимание. Тут в туши монгольский борец. Положил соперника на туши. И вот вчера мне подсказывали, что в категории 70 килограмм будет выступать очень сильный монгол. Призер Азии, да? Да, призер Азии. Вот он и показал свое мастерство. Победу на туши надержал Юрию. Подержал победу на туши. Будем считать, что он уже, да, также в числе фаворитов. Ну, сам попался, да. Сам попался бурятский борец. Мы идем дальше. У нас сейчас выйдут борцы весовой категории до 61 килограммов. Тоже стадия квалификации. Тоже стадия квалификации. Из красного угла выходит Юлиан Григорьев. Сантуарский Улус. Республика Саха. Соперником станет Владимир Ринчинов. Бурятия. Категория 61 килограммов. Ликутяне также надеются на... Правее надеяться на медали. Причем золотые. Золотую, да. Ну, мне кажется, да. За золото может побороться. Александр Балуров. Борец из Сантуарского Улуса. Тем временем Юлиан Григорьев сравнивает счет 2-2. Работа. Нет. Два было не было. Извиняюсь. Потому что из положения борьбы он вышел. За спину. Бурятия привезла на турнир 17 борцов. Наша соседняя республика. Из Дальнего Востока. Любит приезжать в Якутию. И наши борцы любят ездить в Бурятию. Где проводится тоже много различных турниров. Всероссийских и международных. Наши борцы и бурятские борцы. Ух ты, какая мельница. Но там балла не было. Любят, да, сотрудничать. Между нами проложен хороший мост дружбы. И соперничество тоже имеет место быть. Конечно же. Катуринчинов заработал еще 2 балла. Счет стал 1-4. 1-4. На параллельном ковре. Борец Дмитрий Петров уступил со счетом 10-0 Геваркиану из Армении. Это тоже весовая категория 70 килограммов. В первой схватке мы тоже видели одного армянского борца, который победил у тянина Генриха Бетисиан. Но надо полагать, что в этой категории армянские борцы будут бороться за медали. 1-4. Поступает Юлиан Григорьев. Владимиру Ренчинову. И сейчас может... Нет. Думаю, тут нужно истечь. Ух ты, да! Здесь 2 балла зарабатывает вообще вот на исходе последних секунд. И 3-4. 3-4. Так что на перерыв борцы уходят в таком хорошем счете. И Юлиану Григорьеву уже будет за что бороться во втором периоде. Да, красивый прием. Он исполнил с самой концовки. А мы смотрим вот повторы первого периода. Когда Ренчинов заработал первые 2 балла. Но мне интересен вот последний образок, который я исполнил Юлиан в конце. Казалось бы, да, Ренчинов здесь имел преимущество. Но контрдействие вот красивое. Такие приемы любил исполнять наш Виктор Арсадин. Не любил, а любит. У нас уже второй период начался. И такое же положение. Ух ты! Да, Юлиан Григорьев может сейчас заработать. Еще 2 балла. Да, берет. Посадил соперника на пятую точку. И 5-4. 5-4 ведет уже Юлиан Григорьев. И у него захват сейчас с крестного захвата. Но получится или нет. Стойка, стойка. Еще. Ух ты! Отпустил. Но ничего. Мы пока ведем. Юлиан Григорьев, да. Взять один балл хотя бы здесь, мне кажется. Но красиво, да. Вот зацепил за ногу. И еще раз может выйти за спину. Опа, еще 2 балла. Юлиан Григорьев. Напомним, он проигрывал данную схватку со счетом 1-4. Но вот переломил исход. Но пока будем надеяться. 7-4. Три очка отрыва. Выложился по полной. Вот эти последние 2 минуты второго периода. Осталась минута. Да, минута остается. Изнурительная борьба. Борцы потратили много энергии. И кому-то из них выйдет непросто в следующем круге. Вот эта ошибочка, мне кажется, слишком забежал. Хотя, 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 хотя тут надо выдержать, выстоять. И тогда судьи могут вынести стойку. Но захват у нашего тоже видим. Интересная борьба. 15 секунд остается. Красиво, красиво, интересно. Последние секунды стекают. И еще 2 балла заработал Юлиан Ва. Да. Интересная манера борьбы у представителя Сунтарского лутца. Такая вязкая. Ну, обычно говорят, что якутские борцы работают, набирают баллы с дистанции. А вот Юлиан. Именно с захвата в партере хорошо отработал. И проходит в следующий круг. Должен сейчас восстановиться хорошенько. Да, вот он. Вот в этих положениях, оказывается, Юлиан чувствует себя очень хорошо. Ну, а мы продолжаем. Уже пятая схватка. Сейчас перед нами состоится. Тоже квалификация. Весовая категория 61 килограмма. Противостояние двух якутских борцов. Эдуард Григорьев и Арсен Кононов. Вот он, Арсен Кононов. Борец синего угла. Золотой борец. Только вышел в юниоры. Мне кажется, да? Да. Его соперник Эдуард Попов. Да, Эдуард Попов совсем молодой борец. Кстати, я его помню по выступлению на играх Дети Азии во Владивостоке. Ему всего 16 лет. Или даже 15. На играх Дети Азии он занял пятое место. Боролся за... Боролся в полуфинале. Боролся за третье место. К сожалению, где усупил. Но показал такую яркую борьбу. Атакующую. И посмотрим, что сейчас будет. Он представляет Мегина Конголаский. Улус, если я не ошибаюсь. А Арсен Кононов. Воспитанник Чуроптической школы борьбы. Красивое трико у Эдуарда Попова. И сделанное по индивидуальному дизайну. Да, мне кажется. Вот Iron Collection. И вот. Тем временем, да, на параллельном ковре схватка тоже двух якутских борцов в категории до 70 килограммов. И на Ките Бабаранов, и Эдуард Кудаисов завершился победой Кудаисова. Я думаю, что там Бабаранов выиграет. Но все-таки он был... Ну, наверное, более титулованным, да? В юношеских турнирах. Да, он был много побед, но Кудаисов победил его. Тоже якутский борец. А у нас пока по нолям. По нолям. По цеха яхудия Дамгин, целяет жанра республика Бурятия. Вместе. 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 1-0 за счет активности заработал Эдуард Попов. Хотя турнир среди юниоров до 21 года, здесь могут выступить и юноши, которыми является Эдуард Попов. Ему должно быть всего 16 лет. Да, первый период. Немного скучная борьба, к сожалению. Тренер что-то подсказывает. Восстанавливает борцов своих. Да и вот последнее наставление Юрия Афанасьева. Кто-то да подсказал. Да, ну... Не знаю почему, но в последнее время почему-то вот такая тенденция пошла. Раньше на трибунах было больше народу. Все-таки это надо признать. Не знаю почему, вот это надо выяснить. Выяснить, да, какой-то опрос провести, может быть. Два балла зарабатывает Кононов. Один дали. Два-два все-таки. Так вот, да, зрителей... Ну, раньше было очень много, да. Вот центральные трибуны по-любому витком заполнялись. Даже на чемпионатах республики, здесь которые проходили, было втрое. Даже в несколько раз больше народу. Ну, а в последнее время, ну, вот с началом пандемии, да, или не знаю, с чем это связано, но... Возможно, вот в этом виновате, да, прямые трансляции, возможно, это как один из вариантов, я говорю. Многим, наверное, удобно смотреть по телевизору, по телефону, да, на ютубе, на приложении Адвокасаха, на инстаграме, да. Тоже проводится много прямых эфиров. И вот. Да, ну, вот это надо... С привлечением болельщиков на трибуну надо как-то поработать, мне кажется, Министерство спорта. Все-таки соревнования без болельщиков, это совсем другая атмосфера. Ну, вчера в финалах было достаточно. Центральные трибуны были, ну, наполовину полны, скажем так, с оптимизмом, если смотреть. Меньше минуты остается 50 секунд. Конана впереди. Арсен. Эдуарду Пупову одного балла не хватит для победы. Нужно как минимум два. Ух ты, да, вот момент Эдуарда Пупова. И здесь два балла будет, наверное. Два балла посмотрим. Два балла показывает арбитр и Эдуард Пупов. Буквально за несколько секунд. Но Табула 12 секунд показывает. Проводит. Возможно, победный. Да. Остается всего несколько секунд. Арсен Конанов бросается в ноги, но его неплохо встречает. Остается две секунды. Одна. И Эдуард Пупов проходит дальше в одну восьмую финала. Проявил характер. Борю к победе. И одерживает победу молодой борец. У нас завершилась квалификация в категории до 61 килограмма. Теперь в борьбу ступает еще одна квалификация в категории 79 килограммов. Евгений Кондаков и Нанзад Баасан. Евгений Кондаков. Борец из республики Саха-Якутия. Соперник. Монгол. Евгений Кондаков. Красный угол. Соперник из Монголии. Ну, ему сказали, что надо поменять спортивную экипировку. По правилам. Да, крепко сбитый паренек. Чет-то мастерство в ладах. Как говорят по-якутски. Таких. Морцов такого желосложения. Загорелый. Смуглый. Загорелый. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин 3-0 повел Монгол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова . Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После этой схватки на ковер выйдет на этом же ковре Мы останемся Никита Горбунов и Данил Иванов Никита Горбунов представляет сборную команду России Является перевизером первым со стороны Ну и против него выйдет наш фаворит Данил Иванов Прошлогодний победитель турнира Романа Дмитриева Абсолютный чемпион Игорь Манчара Среди мужчин по борьбе Хабсагай О нем мы расскажем когда выйдет Данил непосредственно на ковер А пока проблемы у Евгения Кондакова Причем достаточно серьезные 0-4 приигрывает Да Что-то надо придумать Что-то надо предпринять Евгению Кондакову Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сегодня, кстати, в Якутске празднуют день города День столицы республики нашей Любимого города И, кстати, юбилей 390 лет Всех поздравляем С этой Датой знаменательной Да, тут Евгений Кондакова Требуется помощь врачей Да, вроде бы Мне кажется, там защищение Чуть-чуть глубокое Да И битом Сейчас Мотают Голову 0-4 пока Проигрывает Евгений Это борьба, да Такие моменты Бывают, случаются В борьбе Наверное, неудобно Бороться Повязки Ну а что поделать-то Надо бороться Надо бороться Рискнул сейчас Евгений Кондаков И попался на Накрывание Суше Да, ну в принципе Ну неправильно Но в целом Он Пошел на риск Вабанг Как говорится Ошибся Но Главное Он Хотел Как лучше И за это Тоже надо его 125 килограммов Сейчас Серьезные парни Вышли На ковер А 125 килограммов Никита Горбунов Красный угол Горбунов Представляет команду В Воронежской области Богатырь из Воронежа Его соперник Наш якутский гигант Тоже Даниил Иванов Представляет Республику Сахая котия И хангалаский Улус В прошлом году Он стал Победителем На турнире Дмитриева В этом году Появился Серьезный соперник В лице Никита Горбунова Который является Призером Первенства России Этого года В данной весовой категории Так что Один из лидеров Юниорской сборной России Выступает Перед нами Ну Данил Иванов Мы знаем его В последнее время Да Конкуренция Среди тяжей У якутских Заметно Повысилась Есть много Появилось много Хороших борцов На чемпионате республики Да Было сколько 28 участников По моему Категории 125 килограммов И никто не мог Предугодять Кто И же Останет победителем Было Примерно 10 равных По силе Борцов Ну а чемпионом Стал Никита Хабаров Победил он Евгений Аронова Андрей Аронова Данил Иванов Тоже Входит Веток Когорту Сильнейших Тяжи Викутии Довольно Техничный Борец Но Становился Привежером Первенства России По юношам Да А потом Что-то Пошло не так И вот Последние результаты Его не совсем Радуют Нас Посмотрим Как случится В этот раз Будем Лето В прошлом году На играх Манчары Берди Гастях Он защищал Ангалат Килус В борьбе Хапсагай И Сотворил Небольшую сенсацию Выиграв Абсолютное Первенство Писал Свою имя Золотые буквами Так Один балл Одал еще Сейчас становится 2-0 В пользу Никиты Горбунова Есть Свои коронные Перемочки У Данила Так что Можно Мне кажется Надеяться На получительный Исход В виде схватки Рост Данила Я точно не знаю Но В любом случае За 190 сантиметров Есть Первый период Завершился 2-0 В пользу Никиты Горбунова Борца Из Воронежа Еще раз напомним Финальные схватки Сегодня по программе Стоят 16-0-0 Будет прямая трансляция На Заказ Ах Как я Вчера Впрочем Попытка Прохода в ноги От Данила Да Ух ты Тут Да Судья Мне кажется Тут поспешил Но Да Признаться надо Что Данила Иванов Чуть-чуть Засупил За Ковер Но Чуть-чуть Не считается Да Все-таки Признаемся Хотя Момент Был очень Хороший Данила Иванов Уже Там Забегал За спину 3-0 3-0 Но Мы Увидели Что Данил Может Да Может Побороться На равных Может Что-то Придумать Что-то Здесь Надо Придумать Из Хабсагая Подсечки Ищет Захват Чуть-чуть В мощи Уступает Видим Что Вот Эти Два Последних Балла Никита Горбунов Набирал Выталкиванием За ковер Что Означает Что Мощь И Физические Данные Здесь Дает Какую-то Роль И два Балла Отдает К сожалению Данил Иванов 5-0 Становится У нас Чет Да В этом весе Всего Четыре Участника Категория 125 Кг Есть Еще Михаил Зинов Представляющий Кемерово И Якутский Борец Михаил Нестеров Он На параллельном Ковре Проигрывает Зинову 7-0 Друзья Держи 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 Зативи Отругу Разверни К抓 Держи 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 45 секунд остается Данил Лунов Проходит ноги, но Отпустил Время сейчас идет Играет в пользу Агарбунова И еще один балл Зарабатывает Никита Гарбунов Да видим, что Гарбунов подустал Еще два балла И Победу одерживает Никита Гарбунов Воронеж На продлении в ковре Михаил Зинов Также одерживает победу Игутянина Михаила Днестерова Так, ну сейчас мы Перейдем на соседний ковер Б Где Состоится Сватка Одной восьмой финала Юрий Айрепетян Против Олега Фомина На ковре Б На ковре Б Начинается Одна восьмая финала Без самой калькурии До 70 килограммов Приглашается Юра Айрепетян Красноярский край Олег Уфамин Республика Саха Гекутия Кстати, вот Ну сейчас Когда Олег Уфамин Выйдет Тоже о нем Чуть-чуть расскажем Фаворитом в этом весе Можно, наверное, считать В отсутствии Станислава Свинобоева Заурбека Бугулова Финалиста первенства России В этом году На первенстве страны В финале встречались Свинобоев и Заурбек Бугулов Тогда уверенную победу Держал наш борец Да Айрепетян Айрепетян уже Стоит в центре ковра Вот он, Олег Фомин В прошлом году Олег Фомин выступал В категории До 61 килограммов На турнире Романа Дмитриева А в этом году Спортсмен В категории До 70 килограмм Перешагнул он На две категории Выше Ну и посмотрим Посмотрим Представляет Чурапчу Да, уроженец Чурапчинского Улуса Тренер Иннокентий Посельский Юрий Айрепетян Ну, даже не Юрий Юрий, а Юра Именно так записано у него В паспорте И в протоколе тоже Юра Айрепетян Боровся здесь В квалификации В первой схватке И достаточно уверенно Победил Со счетом 10-0 Дмитрия Куприянова Из Бурятии Для него это уже Вторая схватка Для Фомина Это первая Фомин пока Более активен В юношеские годы Когда я еще был кадетом Фомин Показывал очень хорошие результаты Добивался призовых мест На российских стартах Ну, а потом, да Последние вот 1-2 года Результаты Чуть-чуть Встали Да, может он Побороться за медали Олег Фомин Хотя и соперник Вот В одной восьмой финале Финала у него Серьезный Да, его левая Наконец-то Результаты Да, его левая Наконец-то Результаты Да, да, да Да, да Да, да Тормально? 1-0 Побел Фомин За счет активности Выиграл этот бал Давай, плачь, другую Изнутри свою левую Поставь Лен, лен, ты ботер, я Перевин, я Ты вон Давай, давай Работай 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 Давай, работай Давай Да, ну истекает Время первого периода Почти Там ничего не было И борцы Уходят на Перерыв 1-0 В пользу Олега Фомина Тимур Катаев В углу У Аветисяна Айропетяна Вчерашний Серебряный призер Турнира Категория 86 килограммов Да Да И Хороший перевод И Олег Зарабатывает 2 балла Стой Стой Стоять Стоять 3-0 3-0 3-0 Опасно Отдали ногу Олег Защищается И не отдал балла Неплохо Да Красиво было Ничего не скажешь Увернулся Юра Арапетян Олег Фомин Половина Второго Крюда Позади Еще один проход Ну и Армянский борец Тоже показывает Хорошую защиту Минута Здесь Путойка Более 80 килограммов Победу одержал Кто он бег Кукула Выложиться надо Давай Республика Северная Осетия Алания Нет вариантов Стоять Давай 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 Минута На ковер А Безовой калиборю 80 килограммов Приглашаются Торица Торица Республика Молдова Диэнерик На 10 Республика Армения Эй Вот сейчас Отдай Атака нужна 45 секунд Юра Атака нужна Честная Воспользуйся Два балла Надо чистить Давай Юра Честная Нужна Довольно 40 секунд За лево На ковер Смотрите Постоянный Тобор 30 секунд Юра Честная Атака Нужна 30 секунд Давай Давай Сделаем Фомин Надо Внимательно Сейчас Возьмёшься Атака нужна Возьмёшься 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 Видит Читает Пока 15 секунд Сейчас будет рисковать Армянский борец Но Да Фомин Сам пошёл в атаку Как говорится Лучшая защита Это нападение 5 секунд Здесь надо выдержать Выстоять И Да Олег Фомин Проходит Сильного Соперника Юра Айропетяна Из Красноярского Края Извиняюсь Я Говорил Что Спортсмен Из Армении Но Сам Выступает За команду Красноярского Края И победил Его Олег Фомин В следующем Круге В четверть Финале Он Будет Бороться За Рубиком Бугуловым Кстати Интересная Борьба Будет Смотрим Как он Зарабатывал Победные баллы Олег Фомин Там Бала Не было Идем дальше Ковер Б Казахский Борец Айкен Болотулы И Его Соперник Сергей Якимов Иркутская Область Айкен Болотулы В первом Круге Квалификации Победил Петра Ксенофонтова Для Сергея Якимова Это будет Первая схватка На турнире Посмотрим Категорию 70 кг Это Стадия Одной Восьмой Финала Борьба За выход Четверть Финал Работа 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 Ап Ап Стой Так же Спокойно Продолжение следует Продолжение следует Показываем 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 Да Да Спокойно Спокойно Стой Стой-ка! Стой, стой! Накрывай! Отбей! Ложи, ложи! Выседай, выседай! Чуть на него! 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 Скохвей Б! В весовой категории до 70 кг Победу на душе одержал Сергей Якимов, Иркутская область. На ковер-мэп приглашаются Сурен Геваркян, Республика Армения, Андрей Румянцев, Республика Саха, Якутия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На ковре А весовой категории до 70 кг. Чистую техническую победу одержал Генри Аветисян, Республика Армения. На ковер-мэп приглашается Ростислав Королёв, Кемеровская область, Канентене, Бананху, Монголия. Субтитры создавал DimaTorzok Сурен Геваркян, Армения и наш Андрей Румянцев, Республика Саха, Якутия. Румянцев пока ведет 1-0. Да и отличная возможность, да, хороший перевод. И еще зарабатывает 2 балла, 3-0. Неплохо. Молодой совсем борец. Субтитры создавал DimaTorzok Но пока выжидает, да, Андрей Румянцев. Он ведет и предлагает сопернику раскрыться, открыться. Это у нас категория 70 килограммов. Одна восьмая финала. Победитель этой пары выйдет на Королёва. Ростислав Королёв в параллельном ковре одержал победу. И будет ждать победителя этой пары в четверть финале. Красивый перевод. И также надо действовать и во втором периоде Андрею Румянцеву. Попытка прохода в ноги. Здесь надо... Ух ты! Что здесь? Один балл Андрею. Боковой судья показывает 4 балла. Тут же летит челлендж от армянской стороны угла. И посмотрим сейчас повтор. Да, ну, опытный арбитр из Монголии. Судья олимпийской категории. Дал 1 балл нашему борцу. Да, ну, бросок исполнял в любом случае Андрей Румянцев. Хотя и чуть-чуть там небольшое накрывание было. Тем не менее, да. Вот, да, в продолжении он. Ну, мне кажется, тут... 4 балла это будет... Слишком, если объективно, да. Ну, 1 балл точно. Точно. Должен быть. Хотя посмотрим. Посмотрим. Челлендж выиграл. Неполноценный прием. 2 балла в синем. Да. Ну, нормально. Челлендж выиграли армянские. Армянская сторона. 4 балла нету. Но 2 балла нашему Андрею Румянцеву присуждается за неполноценный бросок. В принципе, очень даже такое хорошее судейство. Объективное. Да, ну, на трибунах видим в основном люди старшего поколения, да. Молодежь, наверное, празднует день города. Наверное. Итак, мы продолжаем. 5-0 ведет Андрей Румянцев. Чувствует себя хорошо, Андрей. Видим на красной зоне. Хороший перевод. И еще 2 балла здесь надо брать железно. Дает арбитр 2 балла. И 7-0. Да, ну, Андрей Румянцева я вижу впервые, честно признаться, и впечатлен его борьбой. Такой неплохой парень у нас есть, оказывается, Андрей Румянцев. Пока показывает очень хорошую и содержательную борьбу. Светлая голова. хорошее телосложение, как говорится, все на месте у Андрея Румянцева. Ну, пока не будем... Ох, еще один перевод, да, вот этот... Три раза этим, скажем, приемом. Он зарабатывает еще 2 балла. Попытка наката, но чуть-чуть не хватило. Андрей Румянцев. Красивые кадры. Ну, наверное, не упустит он вот эту победу. Пропустил сейчас. Хотя... Надо отдышаться. Хорошенько. Пока. Балла не дает. Не хочет отдавать баллы. Да, все-таки отдал. 2-9. Остается минута... До конца схватки. Так, а накрывание? Накрывание, да. Еще 2 балла нашему. И опасное положение здесь. Счет становится 2-11. И еще 2 балла, мне кажется, надо было отдавать. И еще 2 балла. И туше Андрей Румянцев в восторге от трибуны центра спортивной подготовки «Триумф». И Андрей Румянцев дарит им красивую победу на туше. Вышел в четверть финал Андрей и встретится там с Ростиславом Королевым из Кемерово. Приглашается Эдгар Кудаизов, Республика Саха-Якутия, Матумен Эмиль Энтемиров, Чеченская Республика. Порадовал нас. Андрей Румянцев оживил трибуны. Продолжение следует... Итак, следующая пара. 1-8 финала. 70 килограммов. Эдгар Кудаизов, Республика Саха-Якутия. Его соперник, серьезный парень, Магомед Эмиль Энтемиров, Чеченская Республика, является финалистом. Нет, даже победителем первенства России. Первый номер сборной команды, юниорской сборной России и призер юношеских игр Европы. Европейских юношеских игр. Проводился такой турнир в 2019 году. И тогда Магомед Эмиль Энтемиров был призером. Ну, надо полагать, что Эльтемиров, если он записан здесь как победитель первенства России, то, скорее всего, в категории 65 килограммов. Потому что, как мы знаем, 77 килограммов в категории до 70 килограммов. Первым номером является наш борец Станислав Свинобоев. Который, к сожалению, опять-таки повторяемся, пропуская данный турнир по причине травмы. Эдгар Кудаисов на стадии квалификации победил Иннокентина Бабаранова. Там была результативная борьба за счетом 9-7. Кудаисов победил Бабаранова. На ковре весовой категории до 70 килограммов победу одержал Игорь Кубкоев. Республика Кудаисов. Попытка прохода в ноги. И пока показывают неплохую борьбу против первого номера сборной команды России. Начинаются поединки весовой категории до 70 килограммов. Они получше выглядят Эдгар Кудаисов за счет активности. На табло уже идет секундомер. Здесь я прекрасно почувствовал. Показал хорошую защиту. Пять секунд. Четыре. И сейчас счет станет 1-0 в пользу нашего борца. Да, 1-0. Все контролирует пока. До поры до времени. Дай бог так и пойдет. И да, первый период завершен. Эдгар Кудаисов впереди. Василий Неустроев и Владимир Николаевич Кириллин стоят в углу у Эдгара Кудаисова. А это Шамиль Кудемагомедов. Василий Неустроев является старшим тренером сборной команды среди юниоров. А Владимир Кириллин был долгое время главным тренером мужской сборной команды республики. При Кириллине наши борцы выступали очень хорошо. Но не то что, но да, он возглавлял команду при Викторе Лебедеве. Регулярно борцы наши перевозили медали из чемпионатов России, из турниров Ивана Ерыгина. Попытка зацепа и показывает активный активный тайм. Уже сейчас идет в пользу Магомеда Ме-Эльтемирова. Кудаисову надо сейчас зарабатывать баллы. Да, неплохо чувствую себя. Положение захвата. Кудаисов. Пропустил сейчас проход в ноги. Чуть-чуть проморгал вот этот момент. И Магомед Аминь-Эльтемиров имеет возможность заработать два балла. Ух ты! Два балла все-таки зарабатывает чеченский борец. И счет становится 1-3 в пользу Эльтемирова. Стойка. Так, ну, у Кудаисову нужны два балла. Один хороший проход. Чтобы одержать победу у первого номера сборной России. Пока мы видим, у него могут появиться такие возможности. Да. Посмотрим. Победитель данной пары выйдет на Намжирина Цедендоржиева, который победил на параллельном ковре у монгольского борца Ядамжава. 45 секунд до конца встречи. Нужен один хороший проход, который может принести 2 балла. Да, опять пропустил. Ровно такой же момент был во втором периоде, когда Магомед Амин заработал первые 2 балла. Стойка, стойка, стойка. Два балла дали Эльтемирову. 1-5. И, к сожалению, Эдгар Кудаисов уступает. Хотя, 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 но он отдал хорошее сопротивление к титлованному борцу Магомед Амин Эльтемирову. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Магомед Амин Эльтемиров, Чеченская республика. На ковре Б начинаются поединки 1-8 финала. Весовая категория до 61 килограммов приглашается Юлиан Григорьев Нестер-Падаба. Оба представляют республику Саха, Якутия. Так, ну, сейчас мы переходим на категорию 61 килограммов. 1-8 финала. Тоже якутское противостояние. Юлиан Григорьев против, против Нестера Потапова. Юлиана Григорьева мы видели в квалификации. Он тогда одержал очень хорошую победу у Владимира Ренчинова. Нестер Потапов. синий угол в синем трико и Юлиан Григорьев борется в красном трико. Да, на двух коврах сейчас проходят схватки 1-8 финала в категории до 61 килограммов, где выступает порядка 20, не порядка, а 24 борца. 20 борцов начали турнир. И сейчас осталось 16. после этой стадии встанет в 8. 20-33. 1-0, пока ведет Григорьев. Григорьев активен. Гоняет соперника вокруг фавра. И зарабатывает. Сразу идет на скрестный захват. Еще 2 балла. Еще 2 балла. И здесь, наверное, поединок и завершится. Еще 1 балл прямой будет. Ну, скрестный захват. Это почти что болевой прием. Можно так сказать. И Юлиан Григорьев одерживает вторую свою победу. Записывает свой актив. 11-0 уже. Пока что идет очень-очень хорошо. Юлиан Григорьев. Смотрим, как начинал он эту атаку. Перевод. Загнал. Вот он, скрестный захват. От этого захвата убежать очень всегда сложно. Так, мы переносимся на ковер А. Где проходит также схватка между якутскими борцами. Выступает Айтал Громов и Владимир Пенигин. Два якутских борца. А пока ведет схватку Пенигин. С таким, с звучной фамилией. Да, Пенигин. А после этой схватки мы увидим выступление одного из фаворитов, а не побоюсь этого слова, в этой категории. Александр Балуров выйдет. Многие специалисты ставят на него в этом весе. На Балурова. Так, 3-3. Громов вышел вперед у нас. И последние секунды на Допенигину. Нет, время. Время. И сейчас, сейчас мы посмотрим на Александра Балурова. Который встретит с Асинокиндимом Доновым. Айтал Громов проходит дальше. Борцы. Борцы. Готовятся выйти на ковер. С красного угла выступит Александр Балуров. Тот же один из ярких воспитанников Сунтарской школы борьбы. Занимается в одном зале с Львом Павловым. Тот же одна из борцовских надежд Якутии. Про Иннокентия Антонова я мало что знаю, но посмотрим. Возможно, сейчас узнаем, что он себя представляет. Иннокентий Антонов Судя по его секунданту Антонов является воспитанником Чуропчинской школы борьбы. В его углу сидит наш Олимпиец, участник Олимпийских игр в Пекине Виталий Корякин. Виталий Корякин сейчас работает в Чуропче в спортивной школе имени Коркина. Так, Балуров. Так, здесь один балл будет или два. Один балл дает арбитр Джулустан Сирцев. Ух ты! Красиво. Еще два балла. Здесь опасное положение. Ну, пока 3-0. Посмотрим работу в партере. Активен. Ну, будет стойка. Продолжение следует... Рискует Александр Балуров. И... Ох, красиво, да? Ох, как красиво, да. Закрутил сейчас соперника. Заработал еще два балла. На повторе вот этот прием обязательно посмотрим. доставайте блокноты и записывайте. Балуров. Балуров. Балуров еще прошел. Надо сейчас забрать свои два балла и уйти на перерыв при счете уже 7-0. перерыв. Перерыв. Балуров пока спокоен. посмотрим как он зарабатывал свои баллы здесь зацепится за ногу здесь было один балл хорошая мельница а вот здесь внимательно посмотрите попытка на кочергу а дальше нашему не увидели второй период попытка провести еще одну мельницу не увенчалась успехом но зато заработал один балл вытолкнув за ковер а 8-0 александр болуров идет пока в мире на счете 4 балла и досрочная победа за счетом 12-0 александр болуров начал очень перспективно смотрим попытка на мельницу а затем будет 4-бальный досок и так мы продолжаем виктор и яковлев и эдуард попов у нас выходит победитель данной встречи выйдет на как раз таки александра болурова на стадии 1 четвертая пенала нет извиняюсь соревнования у нас сегодня пройдут без остановки без перерыва имею ввиду полуфинальные схватки сразу сходу же пройдут хороший проход и хороший накат сходу 40 почему всего 20 посчитали что за ковром уже вы исполнял вот этот накат виктор яковлев а 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 опасно положение 40 ведет и отпустил здесь до ничего не было 40 ведет виктор а У нас 4-0. В схват ведет Виктор Яковлев. Виктор Яковлев. Виктор Яковлев. Виктор Яковлев. Виктор Яковлев активен. Виктор Яковлев. 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 Так, давайте мы сейчас перейдем на ковер Б. Там тоже проходит схватка двух якутских борцов. Валентин Бурнашов, красный угол, красный трико и его соперник Джулустан Гоголев. Тоже два якутских борца, 61 килограммов. Валентин Бурнашов, родом из Ангинского луса, он прекрасно борется и в Капсагае. Два года назад становился победителем престижного турнира «Хангалас Хапсагая» в Покровске. Где, ну, это была сенсация, да, скажем так, молодой борец, 16-летний, победил на турнире среди мужчин. И неплохо борется, кстати, Валентин Бурнашов. Участвует всегда на соревнованиях, принимает активное участие. Попытка, скорее всего, от захвата, но, мне кажется, это не очень. Стойка. Так, Дубурнашов здесь все контролирует, все видит. А, Джулстан Гоголеву нужно что-то придумать. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь была попытка провести крест... На ковер весовой категории до 79 килограммов. Чистую техническую победу одержал Арсений Джуэев, Республика Северная Осетия, Аланье. На ковер весовой категории до 79 килограммов приглашается Аюр Жигжитов, Республика Бурятия, Артур Говоров, Республика Саха, Якутия. Четыре ноль. Так, ну, в 70 килограммов скоро состоятся схватки в 1-4 финала. И, пожалуй, там самое интересное противостояние пройдет между Олегом Фоминым и Заурбеком Бугуловым. Оба борца провели хорошие схватки в 1-8 финала и встретятся в 1-4. Валентин еще 2 балла забирает. Валентин Бурнашов и в следующем круге он выйдет на Виктора Яковлева. Виктора Яковлева, который в предыдущей схватке победил Эдуарда Попова. А Александру Булурову в 1-4 финала будет противостоять бурятский борец. Валентин Булурова. Валентин Булурова. Валентин Булурова. 9-0. На ковре В весовой категории до 61 килограмма. Чистую техническую победу одержал Бородашов. Чистая победа по очкам. 10-0. На ковре В начинаются поединки 1-4 финала весовой категории до 79 килограмма. Приглашаются Дмитрий Денисеня, Республика Беларусь, Максим Судаков, Республика Гориатия. На ковре А победу одержал Аюр Джигжитов, Республика Гориатия. На ковре А начинается 1-4 финала весовой категории до 92 килограмма. Приглашаются Дмитрий Аронов, Республика Саха-Якутия, Рислан Демчуков, Город 2-2. Дмитрий Аронов, Республика Гориатия. Дмитрий Аронов, Республика Гориатия. Ислам Кельчуков. Евгений Аронов и Ислам Кельчуков. Да, ох ты, как эффектно вышел Евгений Аронов на ковер. Евгений Аронов молодой борец из Мирненского района, представитель, ну, занимается здесь в городе Якутске, да, в училище Олимпийского резерва. И Аронов является младшим братом нашего другого тяжеловеса Андрея Аронова, который показывает очень хорошие результаты на всероссийских соревнованиях. И, да, ну, вот такое бодрое начало от Ислама Кельчукова. Кельчуков свой первый поединок на этом турнире победил у Виталия Николаева. Там счет был 10-0. И попытка, попытка на кочергу не увенчалась успехом. Ох ты, какой перевод от Евгения Аронова. Он показал, что я тоже могу бороться, я тоже могу провести прием. И попытка на ката здесь, 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 что здесь. Ну, отдал ногу, отдал ногу. Пока 2-1. Ну, тренером Евгения молодого борца Аронова является наш Иван Николаевич Цивцев, который в последние годы специализируется с борцами тяжелых веселых категорий. Ну, целую плеяду борцов он выросил, начиная от Айала Лазерова. Вот он, Иван Николаевич Цивцев. Долгое время, да, в 2000-х годах руководил первой сборной командой республики. И является заслуженным тренером. Да, и, ну, навязывает очень интересную борьбу пока Евгений. Ну, да, начало было каким-то обескораживающим, да, соперник нашего борца Ислам Кельчуков. Слишком уверенно начал, потом инициативу перехватил Аронов. И пока, 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 что здесь один балл отдает Аронов. Да, 2-2, но по баллам, по качеству действий ведет Евгений Аронов. Интересную схватку мы с вами наблюдаем. Мощные парни. Попытка перевода, но отдал захват. И сейчас, сейчас еще один балл зарабатывает Ислам Кельчуков. Опа! 2 балла нет или есть. Да, судья показывает, что балла не было. И, к сожалению, Аронов еще отдает 2 балла. Что там было? Иван Николаевич Севцев не стал бросать. Кубик красный. Еще 2-5. 2-5 в пользу москвича. Сразу ноги бросается. 10 секунд остается. Итак, первый вперед. Завершается. 2-5. Но у Аронова будут моменты во второй половине. Я в этом практически уверен. Показывал хорошие движения. Хорошие. Да, так начался первый период. А потом Евгений таким красивым переводом заработал 2 балла. Были еще у него моменты, но... Упустил такую возможность выйти вперед. И тут же отдал сам 2 балла. К сожалению. По-жестче. Выкрикивает Иван Николаевич Севцев своему подопечному молодому. Неплохо увернулся. Сейчас надо вот эти руки... Ах, 2 балла отдал. 2-8. 2-7. 1 балл. Все-таки. Еще один балл. До конца, говорит тренер Иван Севцев. Так, ну есть через... Да, этот поединок, к сожалению, мы выиграть, наверное, не сможем. Счет стал 2-10. Да, после этой схватки пройдет еще один поединок в этой категории между Павлом Дятловым и Егором Бельских. Спортсмены Белоруссии и Воронежа. А затем начнутся четвертьфиналы в категории до 70 килограммов. А первая схватка там будет очень интересно. Кстати, Александр Балуров против. Нет, извиняюсь. Там будет схватка, наверное, центральная схватка за Урбек Бугулов и Олег Фомин. Все ждут. Мне тут на WhatsApp пишут, на кого вышел Фомин, спрашивает. Я пишу на Заурбека Седакова. Извиняюсь, Заурбеков Бугулова, да. И вот эту схватку очень многие ждут. Да, срочная победа Ислама Кельчукова. На ковре грамма измойтой 92 килограмма сняла технические привычки. По педуа поддержал Ислам Кельчуков, город Москва. На ковре грамма приглашается Павел Дятлов, Лиза Куприка, Беларусь и город Белийский, Воронежская область. Из-за моей категории доти у нас лохов у них храпа. Больше ворота и финала. На ковре грамма приглашается Павел Дятлов. Риспукрика, Беларусь. Павел Дятлов. Продолжение следует... 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 На одну ту же ошибку И какой переворот Там не было Так, один балл Юлиану 1-4 И потихонечку начинает включаться в борьбу Яковский борец Что-то надо придумать Какие-то Волевые решения Еще одна попытка Зацепился За ногу И вот это уже борьба Юлиана Отсюда он может Забирает вторую ногу И 2 балла 2 балла есть Счет становится 4-3 Попытка на наката Нет, стойка Стойка, стойка 3-4 Проигрывает Юлиан Но Что-то мне подсказывает Может он переломить Вот эту схватку Не стоит забывать И о собственной защите Не надо слишком Уликаться О, какой перевод 2 балла пока нету Но Да, есть Есть 2 балла И Юлиан Григорьев Выходит вперед Впервые в этой встрече 4-5 Юлиан Григорьев Так, ровно Минута остается До конца встречи Надо сейчас Очень-очень Внимательно Работать Да и Встречный проход В ноги Отсюда Надо еще Свои баллы взять Монголский борец Защищается Баллов пока нету Нету, нету Очень внимательно Аккуратно Надо действовать Ух ты 2 балла берет В своей Излюбленном манере Юлиан Григорьев И 7-4 Повел уже Отрыв 4 балла В 3 балла Да Еще раз напомним По ходу По ходу По ходу Эти встречи Первый период был Еще даже 0-4 0-4 Первый период был А во втором Периоде Пока Юлиан Забрал 7 Безатлетных баллов И до конца За 25 секунд Мы ведем Надо сейчас Очень внимательно Работать в защите Встречать Соперника И Не забывать О контратаках 10 секунд Хорошая защита Опасно было Здесь С этого положения У нас Преимущество И Юлиан Григорьев Молодец Волевая победа Проходит Сильного соперника И Юлиан Григорьев Выходит В полуфинал Дорогие друзья Весовой категории До 61 килограмма Юлиан Григорьев Приятно Удивил Еще раз Напоминаем Счет Первого периода Был 0-4 А мы горели С отсчетом 0-4 Но Второй период Я же предполагал Что Юлиан может Вытащить Вот эту схватку Мы же Останемся На ковре А Потому что Там выйдет Еще один Якутский борец Здесь пока Счет 4-1 Смотрим Да В вязкой борьбе Юлиан Чувствует себя Как рыба В воде Хорошая рифма Получилась У нас И отсюда Тоже Вот Хороший Почувствовал Момент Еще одна Встреча Интересная Четверть Финальная Александр Балуров И Кстати Еще один Сунтарский Борец Юлиан Григорьев Тоже Воспитанник Сунтарской Школы Борьбы А вот Александр Балуров Тоже Его соперник Цирин Жапов Здесь Бурятии Дамдин Цирин Жапов Ну здесь Надо уточниться Что Юлиан Григорьев И Александр Балуров Находятся По Разной Части Турниров Светки И Теоретически Они Могут Встретиться Только в финале Ну а мы Пока не будем Думать Забегать Вперед Надо Балуров Еще Вот эту Схватку Выиграть У Цирин Жапова Соперник Крепкий Серьезный В предыдущих Схватках Показывал Ух ты Тут Руку Отдали Опасный Момент У Балурова Но К счастью Для нас Он Вытащил Руку 0-2 Пока Продолжение следует... Да, пока Не столь активно Работает Оба борца А за закрытым силе Борются Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует... И первый период завершается. 0-2. Схватка ведет Дамдин Церенджапов. Балуров пока не включил своих оборотов в первом периоде. Время сохранил силы для второго. Опытные наставники команды Султарского ЛУСа, Семен Павлов и Николай Романович Данила, дают последнее наставление. Так, и у нас еще два балла забирает Церенджапов. И тревожный звонок у нас. Дорогие друзья, Балуров Александр проигрывает 0-4. Церенджапову надо. Что-то сделать. Аналогичная ситуация была и у Юлиана Григорьева. Он тоже горел 0-4, но потом выиграл 7-4. Пока что ничего не получается у Балурова. Но попытки очень грамотно встречает наглядский борец. И еще, опа, тут пистолет. Но 4 балла. На 4 балла летит Балуров. И положение в душе опасное. Хотя тут мостик красивый. 0-8 Горим. Да, и, к сожалению, к сожалению, Дамдин Церенджапов побеждает нашего фаворита. Прямо скажем, разгромил Балурова. Это самое начало второго периода. А здесь уже был бросок на 4 балла. Хотел исполнить пистолет Балуров, но попался на контрприем. Сезон 90-я полчаса. 2. Балурова. Балурова. На ковре «Б» идет четвертьфинал в категории до 70 килограммов. На ковре «Б» идет четвертьфинал в категории до 70 килограммов. По последнему действию ведет схватку «Эльтемиров» команда Чеченской Республики. Ну и постепенно мы приближаемся к полуфиналам. Буквально через пару схваток состоятся поединки за выход в финал, за кучевки в финал. Ждать осталось совсем-совсем немного. Концовка встречи 28 секунд до конца этой схватки. Игорь Упхоев проигрывает. Магомед Альтемиров. Держится. И у Упхоева была такая возможность забежать за спину. Но не хуже. Ух ты! Так, челлендж надо бросить. Челлендж бросить надо, мне кажется. И здесь дали арбитры 2 балла Игорю Упхоеву. И возможно здесь случится такая небольшая сенсация. Арбитр на ковре Владимир Карпенко отдает 2 балла представителю Республики Бурятия. Да, смотрим на секундомер. Отсюда очень хорошо все видно. Пока остаются 7 секунд. 6. И, и, и. Тут надо внимательнее все смотреть. Одна секунда. Последняя секунда пошла. И, да, есть баллы. Есть 2 балла. Здесь нам все хорошо видно. Другое дело, другое дело. Что покажет камера? Какой ракурс там стоит? Ну, по нашим... По нашим повторам видно, что Игорь Упхоев взял на... А за десятые доли секунды, за сотые даже. Балл. Проявил настоящую волю к победе. Челлендж проигран. Челлендж проигран. И Игорь Упхоев. Да. Выходит. Полуфинал. Побеждает... 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 Победу одержал Игорь Упхоев. Республика... Победителя первенства России. В категории до 65 килограммов. И... На ковре Б начинается одна четвертая финала. В весовой категории до 61 килограмма. Приглашается... Айтал Громов. Республика Сахая Кутия. Так, мы же останемся на ковре Б. Потому что здесь даже... Также пройдет очередной четверть финал. В категории до 61 килограмма. На ковер приглашается Айтал Громов. Республика Сахая Кутия. И... Представитель Иркутской области... Баршуев. Борис Баршуев. На наших экранах. Синим трико. Айтал Громов. Республика Сахая Кутия. Б State. Брш! Брш! Бо! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Воронежская область Добавил DimaTorzok 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 И еще один балл. Бориса Баршуева. Счет становится 3-7 в пользу борца из Иркутска. Айтала Громова спасает только 4-бальный бросок здесь. Кстати, Баршуев в полуфинале встретится с нашим Юрианом Григорьевым. Попытка броска, но... Все. Чистая победа. Или... Счет 3-9. Не столь важно, а важно то, что победу в поединке одержал Борис Баршуев из Иркутской области. И проходит в полуфинал. На коверу Борис Баршуев встретится с Юрианом Григорьевым. А теперь на этом же ковре состоится другая четвертьфинальная пара. Виктор Яковлев, Республика Саха-Якутия. И Валентин Бурнашов, тоже представитель нашей республики. Один из них выйдет в полуфинал. Где встретится с Дамдином Церинжаповым, который одолел ранее Александра Балурова. Дамдин Бурнашова, тоже представитель нашей республики. Продолжение следует... 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 И однажды занял 5 место. Также многие не знают, что Роман Дмитриев дважды становился победителем Спартакеады народов СССР. Это соревнования проходили раз в 4 года в Москве. Он побеждал в 1971 году и в 1979 году с разницей в 8 лет. И однажды был серебряным призером на Спартакеаде, который проходил в Киеве. Роман Дмитриев также является шестикратным чемпионом СССР. Четыре раза становился призером. Выступал в категориях 48 килограммов и 52. На ковре полуфинальном поединке. Вот такие достижения имеет наш прославленный олимпийский чемпион. Да, также мы упустили его победы на победу на чемпионате Европы в 1969 году. А еще в 1981 году он обрал бронзовую медаль. Уступил он тогда болгарскому борцу Ассену Мехмедову. Боролся Роман Дмитриев в составе сборной команды СССР и на Кубках мира. Пять раз боролся. Представлял команду СССР Советского Союза в 1973, 2004, 1977, 1979 и 1980 годах. Из них дважды становился обладателем Кубка в личном зачете. И дважды в командном зачете брал золотые медали. В те годы Кубки мира командные проходили неизменно в американском городе Толедо. Роман Дмитриев работал и тренером, кстати. Имеет звание заслуженного тренера Советского Союза. Отвечал в команде СССР за легкие веса. Был и главным тренером Якутской сборной. Позже работал и старшим тренером юниорской сборной России. Должность, которую сейчас занимает Абнусалам Гадисов. Так, ну а пока у нас идет последняя минута. 50 секунд остается. Сладко ведет Валентин Бурнашев. 4-2. Виктор Яковлев. И Валентин Бурнашев. 40 секунд остается. Борцы, кстати, разыгрывают путевку в полуфинал. После данной встречи состоится второй круг весовой категории до 125 килограммов. Между якутскими борцами Данилом Ивановым и Михаилом Нестервым. Оба спортсмена проиграли свои первые схватки в первом круге. И теперь, возможно, разыграют серебряную или бронзовую медали. Золото почти записал в свой актив здесь. Представитель из Воронежа. Никита Горбунов. Так, и у нас 4-4. 4-4. И по последним... Нет, по два. По два дает арбитр. Челлендж бросил тренер Виктория Ковлева. Николай Николаевич Рожжин. И посмотрим повтор. Давайте. Посмотрим. Попытка поймать на вертушку. Да. Ну, мне кажется, Бурнушов здесь выиграл. Здесь было исполнение, скорее всего, наката. Вот им еще наката. Ну, не будем вмешиваться в работу судейской коллегии. Они вынесут наиболее правильное решение. Да, некоторые болельщики сидят в масках. Пандемия коронавируса еще дает свои отголоски. По республике в день фиксируется порядка 500-400 людей. Но не будем о грустном. Четыробальный брусов! Николай Николаевич Рожжин. Валентин Бурнашов. Воспитанник Амгинской школы борьбы. Утомительное ожидание. Утомительное ожидание. Челлендж проигран. 2-2. Действие. Челлендж проигран. 2-2. И победу с отчистом 4-7. Поддерживает Валентин Бурнашов, который выходит в полуфинал от нашего турнира. Полуфинал. Валентин Бурнашов встретится в схватке за выход в финал с Дамдином Церинжаповым. Сейчас мы посмотрим с вами. Второй круг весовой категории до 125 килограммов. Схватка двух якутских богатерей. Данила Иванова и Михаила Нестерова. А потом состоятся уже полуфиналы, дорогие друзья. Полуфинальные схватки. Параллельно на двух коврах. На все обстоятельства. приглашается боковой судья. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...